Это довольно интересный был опыт, очень-очень необычный. Проноситься буквально там в считанных сантиметрах до стен, поребриков, там чего-то еще. Когда я надел очки, конечно, я понял, что это совсем другое. Наверное, в какие-то моменты я себя чувствовал, как будто я нахожусь прямо сейчас в игре и пытаюсь делать все то, что я бы делал, сидя за компьютером. Это прикольно, очень необычный. На самом деле, да и как любые мальчишки, я играл практически только в гонки. И, наверное, действительно, будучи автоспортсменом, невозможно пройти мимо этого, потому что часто приходится изучать трассы, к чему-то готовиться, и игры в этом очень хорошо помогают. Я когда-то играл в одну из игр на динамической платформе в очках, но опыт управления машиной и в очках, да, это, конечно... Да, вообще, наверное, я везунчик, потому что далеко не каждому такой опыт тут представляется. Это необычно, это прикольно. Ну, кроме того, что это очень-очень стрёмно, конечно, можно сказать, что и страх был, и адреналин, потому что, ну, тебе нужно себе довериться, но сложно это сделать, потому что ты смотришь на машину со стороны, и при этом тебе надо очень четко и вовремя делать все движения рулем, педалями управлять. Я очень давно занимаюсь автоспортом, уже больше десяти лет. Началось все, скажем, может быть, не совсем стандартно, но я просто пришел друзьями в картодром, и все, уже не смог выбраться оттуда. Через некоторое время вместе с партнером мы организовали компанию, которая занимается подготовкой, тренировками там и так далее. И я, по сути, всю жизнь свою разверну вокруг этого. Для меня Мексика довольно интересно необычное искусство, потому что, наверное, все-таки я человек более такой европеизированный, смотрю иначе на все это, но с годами все равно вкусы меняются, начинаешь по-другому воспринимать. Поэтому, да, искусство Мексики интересно.